Привет дорогие друзья! Вы наверное знаете, что Виктору Медведчуку выписано новое подозрение. Уже теперь террористическая деятельность и так далее. В общем, они могут выписывать такие подозрения каждый день. Ему назначили залог миллиард гривен, это не шутка. В общем-то могли и триллион назначить, им-то все равно, они полные беспредельщики. Вы помните, как происходило избрание меры пресечения Олиной маме, которую также обвинили в том, что она там создала преступную организацию. В суде выяснилось, что она не совершила вообще никакого преступления. Еще в суде по избранию меры пресечения. А так как человек не совершил преступления, ему не может быть избрана мера пресечения при всем желании. Ну и все, и СБУ соснули и пошли себе. Так вот вчера Колина и маме ломилось уже МВД. С новой повесткой, какое-то новое подозрение уже. Они если, вот ты попадаешь в поле их зрения, ввиду мрази и подонка, который сидит на банковой, воспитанный мразями и подонками, потому что я не верю, что его могли воспитать нормальные люди, вот таким вот. Когда он преследует чужих родителей и так далее. Вот если попал в поле зрения, то будут преследовать. Ну если ты не поляков, потому что решаются иногда вопросы совсем уже. Ну он перешел любые грани, он сошел с ума. Ну вот его подручный приходит на шустро и начинает рассказывать хохолок. Называем его хохолок. Это условное такое определение. Приходит и начинает рассказывать как раз таки о подозрении Медведчуку. Насправді сьогодні відбулася нерядова подія. Народному депутату України вручили підозру про скоєння злочину У вигляді державної зради та сприяння террористичних організацій. Опять, видите, государственная змена, содействие террористам. Это все стабильно. У них в принципе 58 статья, не, она сейчас по-другому у них называется. Но одно и то же. И питание тут не в том, чи постачалася угильня з окупованих территорий, чи зривалися контракты на постачание угильня з Південно-Африканской республики. А то есть из ЮАР угольочек покупать, это предпочтительнее, чем покупать украинский уголь. Запомните, еще из Пенсильвании я слышал, что тоже очень, очень выгодно. Из ЮАР уголь. Клоун. А питание в том, с каким цинизмом найвищие посадовые особи державы и Украина сприяли террористам. В той час, коли вся країна збирала гроші для того, щоб підтримати військових. Вот кто-то бы взял бы его и одернул. Вот именно четко по этой фразе. Слышишь, в то время, когда вся страна собирала по 5 гривен, твой Вова вместе с тобой, это же вместе с ним, создавали офшоры для того, чтобы не платить вообще ни хрена в это государство и на армию, и на все остальное. Вы создали офшоры для того, чтобы налоги не платить. В то время, когда вся страна собирала по 5 гривен. А еще в то время, а имеется ввиду 2014 год, твой Вова поехал к Безлеру. И Безлер сообщает, ну, вы помните видео, и Безлер не скрывает и говорит, что там Вова делал и так далее. Поехал туда для того, чтобы развлекать тех самых террористов, тех, кого вы называете террористами. Вы же называете, не я. Чистый клоун! Такой, поверьте, да, когда работаешь в Службе безопасности Украины, столько, сколько работаю я, в принципе, можно было добавить. 28 лет на службе, поэтому этому цинизму уже как бы не удивляешься, но тут удивился просто. Вы посмотрите, какой намаханный, а? А говорят, они не нюхают там, или они нюхают мало. А он нюхает мало, он приходит, чувак без году неделя там сидит, хохолок, и рассказывает о том, что когда работаешь в Службе безопасности Украины, ты привыкаешь уже как всему как бы. Что? Но клоу-осиб, а я думаю, вы сами чули, что на этих плевках, и, до речи, и в меня есть до вас питание, как вы эмоционально сприйняли то, что почули, выводит нас на думку, что это была организована группа. Конечно, это была группа из 128 человек. В принципе, дело так и надо называть, групповое дело, или там как оно, дело черных шахтеров, вот так можно называть, дело сепаратистских копателей. И все, и начинать под это дело рубить всю-всю-всю-всю оппозицию, и тех, кто там рядом, и тет-тет-тет-тет. Уже и к Волошину у него есть вопросы, потому что Волошин слишком эмоционально воспринял эту информацию, а просто у Баканова же глаз наметан. Он смотрит такой, опа, знаете, как в аэропортах выкупают? Он Think'a нервничает. Волошин занервничал. Он тоже в группе был. Сто процентов. Яка хотела, чтобы Россия получала гачок и держала Украину в энергетической независимости. Так Россия хорошо, получается, хотела что-то сделать. Россия хотела держать Украину в энергетической независимости. То есть в энергетической независимости. Россия хорошая. Баканов, видите, у него все-таки это прорывается, У него что-то такое, о чем он думает, и вот оно вырывается наружу. Россия хотела нашей энергетической независимости, а мы просто дураки не воспользовались этим. Это клоун. Потому что, когда мы говорим о суть этой истории, о результате, чего мы добиваемся, на самом деле, этой истории мы добиваемся и отстаем еще до сегодня ту независимость, которую добили в 1991 году. Ну, когда вывернул. Россия тоже помогла, получается, получить нам эту независимость и хотела, чтобы мы ее, как бы, сохранили. А сейчас мы возвращаемся к истокам. Я думаю, может быть, он в свое время тоже похвастает паспортом Российской Федерации, а скажет, я на самом деле вел себя как дебил для того, чтобы опорочить, опорочить СБУ. Я был внедрен туда, чтобы показать, что СБУ клоуны. Я хочу подякувать всем оперативным подразделам. Я хочу сказать, что часто и густо не видно их работы. Но, поверьте, без их работы на наших улицах никогда не будет небезопасно. Ага! Без работы оперативных подразделений СБУ на наших улицах никогда не будет опасно. Без их работы никогда на наших улицах никогда не будет небезопасно. Слушайте, вот я себе думаю, если без их работы никогда не будет опасно на наших улицах, так, может быть, лучше пусть они не работают, а? Может, пусть они разъедутся по своим родным селам и опять из-под коров говно убирают. Они ходят, модничают, выписывая людям подозрения. И там в слежках своих устанавливают жучки куда-то, они же постоянно. У меня товарищи есть, народные депутаты, они им машину туляют эти жучки. Клоуны недоразвитые. Так пусть, может, ну и ха. Пусть на улицах наконец-то будет безопасно. И сегодня они находятся тоже на передовой. Так, не на сходе, но в наших мирных местах, борются с такими организованными злочинными группами. В наших мирных местах, в каком-то мирном месте находятся они периодически у этого самого Баканова. Мне даже страшно представить. Оперативные работники, покрупнее, приходят в Баканову и периодически находятся у него в мирном месте. О темном месте. История справы Медведчука уходит кореньям в 2014 рік. И так сталося, что нам пощастило, у нас была оперативная вдача. Мы отримали певную информацию и начали ее проверять. Ну, можно же получить еще информацию о том, как Вовчик в 2014 году поехал и развлекал там террористов-сепаратистов. И как до 2019 года с России вел дела и зарабатывал исключительно в России. В той самой, которая оккупировала наши мирные, блин, города. Ой-ой-ой. Но у нас еще один есть вопрос. К тестю Ивана Баканова. Потому что другим людям регулярно выписываются подозрения. Тот там это, тот предал, тот еще что-то там сделал. Тот торговал с террористами. А что там с тестем Ивана Баканова? Дело в том, что тесть Ивана Баканова открыто в соцсетях поддерживал ЛНР, ДНР, вперед! Дайте уж им прикурить, ребятки! Ух, что же, дайте! Делился там видео с Путиным, говорил, что наконец-то наш папа там. А что с тестем твоим, а? Евгения Лазаренко, это ваш тесть? Будет ли вручено подозрение Евгению Лазаренко, которое открыто поддерживал сепаратистов на Донбассе? Морозится, морозится. Что такое? Это не имеет отношения ни к чему. Что такое? Будет ли вручено подозрение вашему тестью Евгению Лазаренко? Ой, Лазаренко, извиняюсь. Мы с вами говорим за безопасность. Будет ли вручено... Вы очень хороший провокатор. Ты очень хороший провокатор. А в чем провокация? Задаем вопрос. Твой тесть открыто призывал к разделу нашей великой родины, уже разделенной. И вот там вперед там сепаратисты, ребятки шахтеры, похороните этих укров. И... Почему же у вас есть тесть, которая поддерживала ДНР? Открыто в социальных сетях. Вот это курица, вот ее же никто не спрашивал. Передавайте привет вашему там Шарию, да? Да ты кто такая, чтобы мне приветы передавать? Ты потеряйся вообще. Мы спрашиваем за тестья Ивана Баканова. А при чем есть коллега? Так подождите, есть ли у главы СБУ есть родственники, которые поддерживают ДНР? Я понимаю, пожалуйста, просто хотя бы отношения. Ну хорошо, можете выйти, да? Вы же речник СБУ. Я речник СБУ. Вы речник СБУ. Прокомментируйте, пожалуйста. Запитание, Сергеевич. Есть Евгений Лазаренко. Тесть Ивана Баканова, которая открыто поддерживает ДНР. Боевиков ДНР в своих социальных сетях. И вот этот ушлепок. Это пресс-секретарь СБУ. Это говорит личная жизнь. Да подожди, личная жизнь. А у бабушки, которая разместила в одноклассниках солдата с красной звездой, это не ее личная жизнь, да? Ей надо пять лет дать. Условно, слава богу, а могли бы и шашкой. Условно дали бабушке пять лет. А его тесть, как это так? Он какой-то особый человек, правда? И тут дело не в тесте. Тесть может быть вот такой парень, да? Тут дело вот в этом козле. Вот в этом вот. Потому что оно настолько явно, настолько уже, это агрессивно явно. Его тесть поддерживал ДНР, ЛНР. Но подозрения получают другие люди. Вот этих ушлепков надо терять. Терять. И страна тогда изменится. К сожалению, вот эти вот доводят сейчас до крайней точки. И я рад, что в европейской прессе, я очень рад, я наконец-то вижу четкие определения. Эта система, как оно, ошибочно. Я увидел такой, вау, ты что? Эту систему необходимо, там чуть ли не, там, китар, да? Ну типа, пока-пока. Это меня радует. Я рад, что уже это видят со всех сторон. Эта система, это ошибки природы. Пока!